Всем здравствуйте! Мы уже в эфире. Давайте скорее торопитесь, проходите. А между тем, содержимое лекции становится все более, ну, таким, я бы сказал, интересным, по крайней мере, для меня. Народ интересуется минимальной длиной решения задачи Шефер-Строк. Честно говоря, не проверял, но я видел людей, которые за 45 символов справились. Вот. Или даже 42 у кого-то было. Не помню. Ну что, давайте тогда начинать. Всем здрасте! Это у нас так вот немножко с запозданием началась лекция по поводу питончика. Мы изучаем язык питон. Вот. И сегодня будем разговаривать про числа и строки. Казалось бы, вот такая тема, числа и строки, чего нового можно в ней придумать? Или чего такого особенного в ней можно придумать? Оказывается, еще как можно придумать особенного? Напоминаю. Да, спасибо. Пожелание про еду и напитки. Да. Значит, ну, для начала с числами, да, разберемся. Мы с вами уже несколько раз, я этот трюк проделывал, несколько раз убеждались в том, что не существует вещественных чисел. Да, это уже было, я думаю, набило оскомину здесь присутствующих. Ну, давайте на всякий случай еще раз это повторим. Вот. Кстати, в следующую версию, в 13-ю версию питона добавлена поддержка цветной командной строки. Правда, какая-то очень примитивная. Раскраски командной строки. Правда, вам подошло. Ну, так вот, давайте еще раз убедимся в том, что вещественных чисел не существует. Вот. Вот эта картинка буквально говорит нам о том, что внутреннее представление того, что мы считаем вещественным числом 1,1 и 2,2, какое-то иное, явно не в десятых долях. Вот. Капитан Очевидность немедленно приходит на помощь и говорит, что явно там двоичные дроби. И их, значит, приведение к округлению до соответствующей двоичной дроби оказывается в обоих случаях в большую сторону, поэтому сумма таких двух чисел внезапно не точно равна 3,3. Вот. И это наблюдение должно нам, во-первых, напомнить о том, что вещественное число – это такая бесконечная математическая абстракция, и, соответственно, в языках программирования с разной степенью удачности моделируется, но никогда в явном виде не присутствует. Вспоминаем историю про то, про число π и число е, какое из них больше, если задом наперёд записать. Вот. А ещё это говорит нам о том, что, работая с вещественными числами, мы всегда должны иметь в виду некоторый запас точности, который в данном случае предписан просто соответствующим стандартам на 64-разрядные вещественные числа. Е740 сколько-то там, 5, 6, не помню, 2. Вот. Точнее, на их моделирование вот в конечных терминах. Что с этим можно поделать? С этим можно поделать, понятное дело, два разных направления можно выбрать. Во-первых, можно всегда работать в целых числах в принципе, ну или в рациональных, то есть в целочисленных дробях. Вот. Все численные дроби могут быть в питончике какими угодно. Понятное дело, потому что у нас, если вы помните, а, вот смотрите, как народ подтягивается. Прямо то самое. Вот. Всем здравствуйте, вы почти не опоздали. Целочисленные дроби в питончике могут быть какими угодно, потому что целые числа имеют достаточно большой диапазон. Мы помним, что они... Мы не помним этого, но мы сейчас попробуем это увидеть. То есть целые числа в питоне могут быть какими угодно. Вот. Лишь бы памяти для хранения этих числа хватило. В какой-то момент, видите, здесь не видно. В какой-то момент они, эти целые числа... Всякие, значит, примеры тут приводит наш постоянный слушатель Ричард Хендрикс. Вот. В какой-то момент эти целые числа во внутреннем хранении превращаются из обычных целых в так называемые длинные, но с точки зрения программиста это абсолютно прозрачная штука. И те, и другие совершенно одинаковые целые, они просто хранятся по-разному. Там в одной ячейке или в нескольких. Вот. Так вот, один из вариантов это работать с социалистыми дробями. Вот. Другой вариант это моделировать наше вещественное число не стандартом ИЕ750, сколько это там, забыл сколько, а реально записью этого вещественного числа в виде, ну, например, мантисы и порядка с произвольно заданными значениями или в виде целой дробной части с произвольно заданным количеством знаков после запятой. Вот. Другой вариант представления моделирования вещественных чисел это моделирование их с произвольной точностью. Например, в виде хранения мантисы и порядка произвольного заранее заданного размера, или хранения просто в формате с фиксированной точкой, где мы столько-то, значит, какая-то часть у нас целая, а какая-то дробная часть, опять-таки, фиксированного размера. Вот. И то, и другое есть в питоне. Вот. Это важно, знаете. Значит, во-первых, есть такая штука, как decimals, decimals. Вот. А во-вторых, есть такая штука, как fractions. Начнем с fractions. Он более извращенный и более красивый, но реже используется. Fractions – это то, что вы думаете. Это рациональный дробь. Давайте даже не так скажем. From fractions import fract as fract. Значит, вот эта штука означает, что я беру из модуля fractions, импортирую конкретно один символ, который называется fractions большой буквы, именование классов по, значит, pep8 должно начинаться с большой буквы. Ну, не должно, но хотелось бы, что он начинается с большой буквы. Но мне лень, и поэтому я определяю тип frack. Чем мы можем написать? Мы можем написать fraction, допустим, 1,2. Ну, понятно. 1,2 не так интересно, 1,3. Даже нет. У нас же там было 1,1 и 2,2. Давайте, значит, 11,1 плюс, скажем, 22,1, да? О! И если теперь это попробовать преобразовать в флот, посмотреть, что получится. Только я сказал флот. О! Вот тут вот получается более целое, более близкое к вот этой модели нашей вещественного числа представление. Ну, или, может быть, даже принт можно написать, да? А, нет. 33 десятых. Вот. А, значит, в чем смысл? Ну, кстати, с помощью function мы довольно легко можем понять, чему равно число 1,1. Вот. Если вы думали, что оно равно 11 десятых, то вы ошиблись. Потому что оно равно вот столько вот таких. Это точное представление вещественной дроби, в которую превратилось число 1,1. Вот это вот число чудесным образом является степенью двойки. Сейчас подумаем, какой. 2 в 24, я думаю. False. Ошибся. 52, да, как было, вот. Нет, пополам. В 51. Вот. Понятно, это положительная часть мантисы из 52 битов. Отрицательная будет в другую сторону. Ну вот, значит, и это наводит нас на подозрение о том, как на самом деле хранятся эти числа в виде двоичных дробей. Это действительно... Вот это делить на это. Да. Значит, помните, мы говорили с вами про протоколы. Вот объекты типа франк поддерживают так называемый нюмерик протокол. Соответственно, они умеют умножаться, умножаться на число. Сказал умножаться. Естественно, но их можно складывать и так далее. Да. А, кстати, еще знаете, как можно написать? Можно написать вот так. Тогда все будет хорошо. Почему? Ну, потому что тип фрекшн преобразует эту строку, видит, что там запись вещественного числа. И эту запись вещественного числа, разумеется, представляет в виде 11 десятых, как ему и полагается. Вот. С таким представлением можно вообще не заморачиваться точностью, если у вас все операции рациональные. Ну, нету там корней каких-нибудь квадратных. То есть там деление, умножение, сложение, вот это вот все. Вот. И довольно долго и глубоко значит множить вот эти вот штуки, потому что, потому что вы если напишите вот так, например. Ой. А, ну все, там точность закончилась. Вот. А, нет, я глупый человек. Вот. Нет, точно все равно закончилась. Да. Давайте тогда как-нибудь по-другому сделаем. А если мы их поделим, они должны поделиться. О, вот. Вот это более правильно, что. Ну вот. Короче, вы меня поняли. Да, значит, эти целые числа могут там совершенно невозбранно увеличиваться. Другое дело, что конкретный тип фрэкшн, он достаточно, достаточно медленный в своей реализации. Там реально хранится два целых числа, потом, значит, они делятся, ну и так далее. Вот. Такая же точная история с типом децимал. Вот. Опять-таки, я напоминаю, что я поленюсь. Я не буду писать децимал точка децимал большими буквами, а пишу коротко дек. Такая же точная история, только в данном случае эти самые децимал хранятся в формате с фиксированной точностью, которую можно, кстати, наверное, узнать. Какой-нибудь get-контекст, наверное. Вот. Вот, значит, вычисление с... Это называется строково-десятичная запись. Когда-то они просто записывались циферками десятичными в памяти, но сейчас, кажется, все-таки не циферками. Вот. Так вот, вычисления со строково-десятичным представлением даже имеют свой собственный параметр. Ну, например, 28 всего знаков хранится. Вот. Способ округления половина, причем even, нечетная в большую сторону, четная в меньшую, кажется так. Вот. Максимальное и минимальное значение экспоненты. Ну, и дальше всякие-всякие штуки. Вот можно почитать, что это все флаги означают. Для нас, на самом деле, из контекста самая важная штука – это точность. То есть, если мы напишем decimal... Ну, что там? Один делить на децимал от три. Вот. Вот эти самые 28 знаков. Если мы сейчас поставим контекст немножко другой... Децимал... Плохо слышно? Ну вот, замолчал человек. Большая просьба. Вы помните, да? Разговаривать на лекциях можно. Главное – это делать не тише, чем я, иначе слышно очень плохо. Вот. И в записи попадает вот какой-то невнятный бубнеж. Это, ну, никому не интересно. Вот. Если вы что-то умное придумали, обязательно скажите. Это вот... Я уже все, что мог, умное, придумал. Мне тяжело в девятый раз одно и то же говорить на лекциях. Хорошо. Значит, decimal. Что я хотел-то? А, да, set-контекст. Смотрите. А давайте мы скажем, что у него будет не 28, а 100 500 – это много. 100 точности. Нифига не работает. Прекарно исполняем. Прец, да? Вот так вот. Да что ж такое-то? Сейчас, давайте почитаем. А, контекст приезжает, и ему надо... Все, я понял. Контекст – это объект. Вот. Только там set. Да, все. Вот. Значит, это вот приезжает нам контекст. У этого контекста можно сказать precision. Это текущий контекст. Precision равняется 100. Вот. И вот тогда-то... Тогда-то... О! Дело в том, что вот этот контекст может выступать в качестве контекст-менеджера. Про контекст-менеджеры мы будем, видимо, говорить довольно поздно в нашем курсе. Ну, будем. То есть, он может выступать в качестве операнда, оператора with. Идея стоит в том, что на время работы with вы меняете контекст на нужный, там переустанавливаете какие-то настройки, потом выходите, восстанавливается тот контекст, который был. Вот. Идея контекст-менеджеров вообще в этом. Вот. Но поскольку мы еще контекст-менеджеры не проходили, то можно вот пользоваться вот такой вот, вот такой вот конструкцией для переключения текущего контекста, вот он, видите, пожалуйста. Вот. И это, как это действительно сотня значащих символов при вычислении этого десятичного числа. Вот вам, пожалуйста, такой прилегомен к вычислению формул с любой точностью. Понятное дело, что за любой, за вот это слово «любой» надо платить. Чем длиннее у вас, чем больше у вас контекст, тем больше вы храните значащих цифр вашего числа, тем медленнее, конечно же, происходит вычисление. Тем не менее, такая штука тоже вполне себе является числом. Ее можно там, не знаю, умножать на обычное целое число. Да? Делить. Все это работает. Ага. Вот, а на вещественное, видимо, нельзя, да? Ха-ха. Значит, не все работает. Ну, в любом случае, если вы не будете выходить за пределы... А, ну понятно, почему. Потому что вам никто теперь не гарантирует никакой точности, раз уж вы на осмоделированный флот. Да? Давайте уж тогда так сделаем вот так. Кто же нам мешает-то? Вот другое дело. Так можно было. Это что касается вычислений с произвольной точности, у нас будет одна, кажется, задача, ровно не на это дело, причем задача не самая прозрачная, мутноватая. Вот. Вообще говоря, в питоне есть встроенный модуль math, который за нас math, который за нас делает, ну, практически все, что можно себе захотеть при, там, условно говоря, решении простых домашних заданий по программированию. Вот. Давайте посмотрим в него. Это чуть ли не единственный модуль, из которого, вопреки, значит, стандарту, ну, вернее, не так, по желанию, значит, программистов разрешается делать from math import звездочка. Обычно так делать нельзя, да? Какие мысли страшные синтаксические, значит, надзиратели вам скажут, что from модуль import звездочка делать нельзя, потому что тогда нельзя потом проанализировать, какие символы приехали. Вот. Но, кажется, из math так часто делают, ну, правда, зачем писать math точка синус, когда можно писать просто синус. Вот. Довольно забавно, что, ага, здравствуй, ПТ-Пайтон и вот этот... Ну, в общем, вот. Довольно забавно, что в математическом модуле питоновском довольно много разных интересных функций. Вот. Среди них есть вполне понятные нам такие, как синусы, косинусы, вот, и прочее. И корни, вот, и возведение в степень, и все такое. Вот. И тангенсы с катангенсами. А есть всякие интересные штуки. Например, например, помните, мы говорили, что нельзя сравнивать вещественные числа на равно. Да? Мы, значит, тему, тему с вычислений с произвольной точностью пока оставили. Мы не можем написать 1.1 плюс 2.2 равняется 3.3. То есть, можем, но получим false. Если вам все-таки нужно сравнить, как такую операцию проделать? А вот у нас есть прекрасная функция, называется ис-клоуз. Вот если мы напишем ис-клоуз, кстати, я не уверен, что получится. Может быть, они настолько не равны, что ис-клоуз тоже не пойдет. Нет, пошло. у этого ис-клоуза, разумеется, мне кажется, есть параметр заданная точность сравнения, но обратите внимание, это именно точность... Да, даже 2. Есть относительная точность в процентах и абсолютная точность непосредственно. Точнее, не в процентах, но по отношению к размерности оперантов. Ну вот, так что, если вам все-таки приспичило сравнивать вещественные числа, не сравните их на равно в избежании вот этого, а сравните их на ис-клоуз. Уж как минимум, вы будете уверены, что числа действительно очень похожи. Ничего большего мы не можем от этих чисел хотеть. Напоминаю также такую старую байку, что напоминаю также старую байку, что вещественные числа могут быть равны, не просто похожи, а равны, и при этом в них может не быть вообще ни одного общего символа, общей цифры. А нет, тут нуль общий. Хорошо. Вот между, вот в этих двух чисел нет ни одной общей цифры, тем не менее, они, если там в идеале, они равны, если девятка в переводе. Такие дела. Ну вот, что касаемо всей математической библиотеки, читайте документацию, она большая и красивая. Тут много всего интересного. Тут есть всякие проверки на бесконечно малые. Вот. Если мне не изменяет память, есть отдельное число плюс ноль и минус ноль, это разные числа в стандарте, они равны, но они не равны друг другу, но это разные объекты. Он на всякий случай напомнил, что мы сравниваем литералы, спасибо, дорогой Питон, но это разные объекты. Вот это одинаковый объект, а это разный объект. Зачем это может быть нужно? Для того, чтобы проверить, с какой стороны вы к этому нулю пришли, с положительной или с отрицательной, в вашей математической, ну, когда вы пишете математику. Вот. Так что плюс ноль, минус ноль, это реально, ну, они, более того, это так и хранится, как ноль со знаковым плюсом или с минусом в качестве знака. Вот. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Тут, в общем, я даже не буду всякие логарифмы, десятичные логарифмы, логарифм, кстати, просто лог, это логарифм натуральный, лог 2 двоичный, лог 10 десятичный. Вот. В общем, их тут много. Думаю, что никому из нас особо не надо рассказывать, про большинство из этих функций. Я лишь остановлюсь на одной, которая называется, я очень люблю, она называется отан 2. Возможно, кто-то из вас не знает про функцию отан 2. Вот она. Вот. Отан 2. Это. Да, тут Хендрикс говорит, что с функцией сигн от x не хватает. Я уже сегодня занимался тем, что когда писал тесты к заданиям, я их не доделал, тесты. Вот. Я сам изобретал функцию сигн. Значит, с функцией сигн проблема такая, что у нее нету нормальной такой софтварной реализации. Она вся очень тяжелая. Ну, то есть, если мы забьемся на то, что у нас, значит, целые числа, тогда мы можем проверить знаковый бит. Но в общем случае, да, если у нас есть число, некоторый объект, который поддерживает нюмерик протокол, вернуть его сигн, это прям сравнить его на равно нулю и на больше либо равно нулю еще что-то сделать с результатом этих операций. Так что общей функции сигн действительно нету, ее довольно тяжело реализовать, реализовать ее сами ручками. А мы возвращаемся к чему? К функции от Ан-2. Так вот, функция от Ан-2 это такой арктангенс, но с двумя параметрами. Что такое арктангенс? Ну, тангенс это отношение катетов, арктангенс это, соответственно, получение исходного угла из катетов, да, из этого отношения. И это очень удобная операция, арктангенс, когда нам нужно из точки получить угол. Вот у нас есть точка в координатах, ну, давайте сразу открою вот сюда в Википедию. Вот у нас есть точка в координатах, да, вот. Мы отлично можем вычислить угол просто по ее координатам. Одна проблема в настоящем арктангенсе. Мы уже поделили х на у, поэтому мы не знаем в какой половине эта точка лежит, в положительной или в отрицательной. Ну, потому что если оба x и y положительные, или если оба x и y отрицательные, то точка может быть либо здесь, либо здесь. Если один из них отрицательный, другой положительный, либо здесь, либо здесь, мы их уже поделили. А вот если x и y нам известны до того, как мы их поделили, то мы можем принять решение сюда или сюда перемещать точку в зависимости от того, положительный или отрицательный у нас, ну, в данном случае, y. Ну вот. Соответственно, таким образом мы можем определить по всей координатной плоскости, где точка находится, и наш атан-2 прекрасно позволяет вычислить угол. вот такая неожиданная неожиданная школьная ну не арифметика, а тригонометрия, но тем не менее. От того, что эта функция существует, я, в общем, вернее, об этом я узнал далеко не сразу. Вот. Значит, что касается всей остальной математики, да, еще раз, как бы, все, что есть в эпитоне, оно вполне, его вполне хватает для того, чтобы, значит, нам с вами заниматься простейшими и даже не очень простейшими вычислениями. Что касается всей остальной математики, то что нам может не хватать? Нам может не хватать всякой линейной алгебры с матрицами. Вот. Ее, эту линейную алгебру с матрицами, частично можно реализовать с помощью встроенного в питон модуля, который называется array. Но не нужно. array вообще для другого. Встроенный в питон модуль, который называется array, мы его проходить не будем, это такая немножко сторонняя штука, нужен для того, чтобы общаться, ну, скажем, с подпрограммами на C, которые возвращают array. Потому что, вот вам, вы вызвали какое-то apc-шное, он вам, бац, вернул массив целых, двухбайтных, или четырехбайтных, целых. Что с этим массивом делать в питоне? Какого разобрать? Потому что, это же не список, питоний список, это же таблица объектов, вот это все, а это прям вот массив. Ну вот, а, значит, модуль array и способ описания данных в нем как раз ровно для этого и нужен. Вы говорите, что это массив типа четырехбайтных, это значит long, вот, signed long, л, да, такого-то размера. Пишите на таком специальном обезьяненном языке спецификатор этого массива, ну вот, например, вы, да, и отлично преобразуете, преобразуете из вот этого куска, значит, в памяти, который вам всешная функция вернула. Вот для этого нужен модуль, модуль array, тут еще ссылка на модуль struct, мы про него тоже поговорим, но не сегодня совсем-совсем. Ну а дальше, а дальше больше, дальше есть у нас великий и могучий scipy, это такой вот, ну, мне рук не хватит, чтобы показать, какого размера сборник всевозможных математических областей и алгоритмов и типов данных, собранных, значит, какими-то учеными в одно большое, вот, там дикое количество, в том числе, очень высокоэффективных реализаций всего подряд, вот, с этим связана одна интересная история, часть математических алгоритмов все еще написано на фартране, фартран живее всех живых, вот, оказывается, ну вот, значит, и если вам нужна какая-то, какая-то математика на питоне, изучайте scipy, он, вот, если вы, значит, наткнулись на такую область, математики, которую вы хотите реализовать на питоне и ее нет в scipy, то вам это пора защищать диссертацию, вот, потому что люди уже защитили несколько, десятков, если не сотен, диссертации о расшире сайпай. Отдельно в сайпай есть условно два подразделения, это символьная, это числовая арифметика, собственно, вычислительная, и отдельно есть символьные вычисления в ватс. Говорят, что сильные вычисления в сайпай и симпай это не настолько мощная штука, есть более продвинутые, но вот в моей жизни никогда не приходилось пользоваться чем-то, кроме того, что умеют эти две ветки. Есть еще отдельная тема, это инжиниринг данных, который сейчас страшно популярен, и вот эти все громкие слова пандас, там всякий тензерфлоу, и прочие цикиты, и это прямо вот у всех на слуху, и это немножко про другое, да, но опять-таки это такая математика, да, инжиниринг, и я даже отыскал, когда искал, значит, наиболее популярные пакеты, отыскал книжку очень неплохую, вот, Игуана Бук, но в принципе такого рода изделий на тему дата инжиниринга, их реально тысячи, вот если поискать по ключевым словам инжиниринг и математикс, и, да, то вы получите более четырех тысяч каких-то пакетов, значит, на Python PX Index, ничего про них не знаю, вот, так что смотрите, в питоне получается, резюмируем, в питоне у нас есть выбор, либо мы пользуемся тем, что прямо в кармане, который достаточно прилично работает, не делая из себя, значит, крутых математиков используешь крутые методы, либо мы делаем из себя крутых математиков, используем крутые методы, добро пожаловать в SciPy, там же метод визуализации, все эти, значит, как они там называются, матплот-линии, это все там же, ну вот, на этом, значит, математика почти закончилась, правда, есть еще, значит, псевдослучайные числа, псевдослучайные числа, это то, на что я все мечтаю сделать побольше задачек, но пока что с ними, как это сказать, помягче, упражняюсь только я, когда делаю тесты для ваших задач, вот тесты для задачек и псевдослучайные числа, это просто вот, как не тест, так псевдослучайные числа, не руками же их делать, вот, поэтому давайте про него тоже немножко поговорим, вы, между прочим, можете тоже делать тесты к своим, к своим, и тем самым, так, слушайте, давайте сделаем паузу, про математику какой-нибудь в питоне, есть вопросы? А вот есть такая штука инф, которая как-то да, инфинси, да, есть такая штука, она типа, что это представляет, просто типа какой-то объект, как... Значит, смотрите, во-первых, в стандарте, поскольку мы имеем дело с вещественными числами по стандарту, соответствующему, забыл номер, там тоже есть такая штука, да, в какой-то момент, вот, во-вторых, это просто, то есть, это на самом деле, просто такой, такой, значит, там четырех или восьмибайтовая ячейка в таком формате, а получается она ровно тогда, когда мы делаем вот а равняется 1,23 а ну да, а а а вот, там уже 64-я степень, 128-я степень, так, ну когда он закончится-то? О, результат out of range, ну вот, получилось слишком много, а если мы ее будем аккуратненько, аккуратненько туда вот, то мы в конце концов можем получить число, которое вылезает за предел и получить тот самый inf. Еще, на самом деле, inf нужен как как самое большое число вещественное, представимое в этом формате. Соответственно, еще минус inf есть, и это другое число. Еще вопрос. То же самое есть с бесконечным малыми там, я забыл, как оно называется, но там тоже есть. Ну окей, давайте двинемся дальше. Псевдослучайные числа, а то что-то я торможу. Значит, есть модуль рандом, но если вы хотите иметь дело с более или менее надежной случайностью, вопрос в том, зачем нам случайность. Если вам нужно писать, как мне, тесты для ваших домашних заданий, то нам вполне сгодится псевдослучайные числа из модуля рандом. Если вы хотите заниматься криптографией, какой-то, хотя бы экспериментальной, да, что-то такое писать с надежной случайностью, то псевдослучайные числа вам подойдут не очень. Вот, по разным причинам. Так вот, в случае, если вам нужны именно случайные случайные числа, то есть два мета, два модуля. Модуль OSGET RANDOM, который в разных операционных системах по-разному работает, но в Linux он просто лезет в DEF RANDOM, и всем хорошо. В DEF RANDOM он уже не лезет, это в Legacy. Вот сюда он лезет, DEF RANDOM. Вот. И модуль под названием SECRETS, это более высокоуровневый модуль, который как раз предназначен ровно для того, чтобы обеспечивать какие-то случайные токены для вашей криптографии. Вот. С небольшим там количеством преобразований, вот, конверсией его в WorldSafe и так далее, и так далее. Вот. Гарантируется, что реализация вашего питона в вашей операционной системе сделает максимально возможной для того, чтобы этот случайный токен оказался надежно случайным. Как это будет происходить? Может он будет по РНГ ходить, это рандом генератор аппаратному, может еще куда-то. Вот. Я вон у себя в дистрибутиве даже собрал специальный пакет, который, значит, опрашивает разные странные датчики, и из них делает случайное число, например, датчик случайных вариаций напряжения на процессоре. Напряжение. Ну вот как-то так. Но это как бы не относится к делу. Вопрос, используют ли рандом рекурсивные вычисления, ничего не знаю. Я думаю, что нет. Зачем рандому рекурсивные вычисления? Рекуррентные используют рекурсивные? Нет. Что же касается Монделя-рандом, то это в действительности там реализован вполне классический алгоритм псевдослучайных чисел, который воспроизводим. Вы можете задать некоторое начальное число, и от него будет расти случайная последовательность всегда одна и та же. Вот. Это, ну как, псевдослучайная, по-видимому случайная. Это удобно для того, чтобы можно было воспроизводить это дело. Ну давайте мы это все посмотрим. импорт рандом. Вот значит рандом рандом самая рандомная функция возвращает случайное число в диапазоне от нуля до единицы вещественное. Ну как псевдослучайно. Да? если мы хотим, чтобы это было целое, ну какой-нибудь рандрендж от десяти, вот пожалуйста, значит у него параметры такие же, как у ренджа, вот можно даже наверное от одного до десяти с шагом два сделать. Можно. Только ток нечетный. Вот. Относительно воспроизводимости. Воспроизводимость сделать очень просто. У вас есть функция рандом сид. сид. Ну скажем сто пятьсот. Ну и давайте сгенерируем не знаю последовательность из десяти 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 чисел, десяти цифр. Вот. Для того, чтобы перезапустить генератор псевдослучайных чисел сначала, нужно опять задать этот тот же самый сид. Где он тут? Вот. Вот смотрите. Банальное сравнение с глазками показывает, что наши случайные числа как-то, как говорил мастер Угвей, случайности не случайные. Вы это уже говорили дважды. Ну вот они не случайные. Трижды. В действительности там используется довольно популярный алгоритм взаимопростых деления и еще чего-то умножения из двигов взаимопростых целых. Я его реализовал даже руками. Он страшно простой. Можно делать кто угодно. Вот. Последовательность цикла вот этих случайных чисел он довольно длинный. Ну реально длинный. Там большие числа. Ну вот. В принципе вы можете даже где-то посредине вашей последовательности манипулировать get state и set state есть такие специальные функции там более тонкая настройка. Но я вот не умею. У модуля random есть несколько удобных функций. Ну помимо того что там есть не просто случайные какие-нибудь белый шум нормальное распределение гаусса распределения и так далее. Вот. Есть несколько удобных функций которыми я часто пользуюсь как раз когда тесты эти самые пишу. Ну например choice это выбор давайте из последовательности да вот какой-нибудь что у нас там прекрасная штука или равняется лист от range вот ну допустим 20 random точка shuffle во ну или вот такая штука которая довольно надежно случайно перемешивает именно наш список кажется там а все вот эти вот choice и shuffle они получаются на одном и том же сиде сейчас находятся? да 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 надо очень внимательно относиться к разным сложным функциям которые например могут внутри себя случайно сгенерить последовательность из вернее число итераций и потом по этим итерациям пройтись и тогда у вас каждый раз при перезапуске в том месте где случайно число итераций генерится может могут разъехаться эти ваши вот последовательности но это происходит крайне редко вот поэтому поэтому вот просто надо внимательно смотреть вот а тогда они все на одном сиде если мы сейчас все это сначала перезапустим мы увидим вот вообще всю ту же самую картину вот значит shuffle перемешивает значит choice выбирает более интересная штука это sample sample ну скажем range все тоже 100 там какой параметр ну скажем пять элементов он возвращает он возвращает список из пяти неравных друг другу то есть это берется пять пять случайных элементов из последовательности которые в данном случае на 100 вот мы можем например сделать вот так вот и нас обругают скажут вы хотели хотите взять пример из 15 когда population у вас 10 но мы можем сказать repeat равняется пять не repeat а counts чего а сколько их штук да да counts counts мы можем сказать сколько в нашей в нашей в нашей популяции особей каждого вида ну скажем по пять штук каждый вот то есть фактически у нас получится популяция из десяти нулей десяти единиц и так далее десяти девяток пяти пяти нулей пяти девяток и так далее значит 20 из них 15 ну вот такие вот примерно штуки вот наиболее развесистая штука случайно в модуле рандом это штука choices вот choices choices у нее исходный параметр примерно такой же ну скажем это 100 вот а дальше ну в принципе по умолчанию давайте без ничего понятно получается список из одного элемента мы можем сказать к равняется десяти получится список из десяти элементов это очень похоже на сэмпл а давайте попробуем вот так вот а вот и нет да это список который взят двадцать двадцатикратной случайной выборкой из этих десяти элементов то есть там могут быть повторяющиеся в случае сэмпла они все разные вот но что еще интереснее мы можем задать вес то есть вот так же как в случае сэмпла мы указывали сколько каких элементов у нас есть вот здесь мы можем задать условно говоря вероятность появления этого элемента точнее его вес вот сейчас давайте попробуем что там нужно такого же размера такого же размера вот значит давайте попробуем рейндж ну допустим от десяти здесь рейндж от одного до до одиннадцати ну и здесь допустим тридцать а здесь у нас это будет чё б б б б а здесь как раз не нужно вот здесь нужно к кажется так вот вот обратите внимание что единички в этом списке не встретились ни разу их вероятность проявления их вес был равен единице да а вот девятки встречаются очень даже давайте это просто даже вот так вот сделаем вот видите а девятки встречаются чаще всех по той самой ну правда тут семерки но это понятно почему случайность по той самой причине чем дальше тем вес больше вот помимо весов обычных еще есть веса кумулятивные когда у вас условно говоря веса это не конкретные значения а отложенные на линейке вот вы говорите один два три четыре это значит в действительности веса одинаковые вот потому что один это один два это один плюс один два и так далее вот так бывает удобно когда у вас действительно есть вот такие замеры и вы хотите из них взять случайное число вот вот тут человек спрашивает псевдорандом значит результат будет повторяться при совпадении каких-то условий правильно эти условия я уже показал это исходный это исходное значение сид вот при исходном значении сид одинаковым псевдоранд будет как раз совпадать вот он псевдо не поэтому кстати сказать да он псевдо именно потому что это не имеет отношения к непосредственно понятию случайности да это просто такая длинная последовательность неравных друг другу чисел вот но в вашем понимании да действительно вот это условие это как раз изначальное значение сид человек задал вопрос ну вот а значит кумулятивные веса это когда у нас вес включает в себя все предыдущие ну например если мы здесь напишем просто range вот если мы напишем вот так внежапно окажется что все веса одинаковые ну потому что один плюс один два плюс один три и так далее так бывает удобнее иногда ну вот вот это самое вот это самое choices это пожалуй самая интересная такая развесистая штука которая существует существует в рандоме вот всех призываю поизучать его вот так вышло что я его каждый раз когда делаю домашние задания изучаю очень сильно вот а мы переходим к следующей теме но прежде чем мы придем к следующей теме давайте еще вопросы про рандом если есть ну окей нет так нет значит вот такая вот волшебный рандом в питоне как видите существенно существенно более мощный чем всякие рандомы которые мы видели все и даже все плюс как мне кажется теперь значит строки вот чтобы такое рассказать про питоне строки чтобы сразу было понятно объем того что скрыто под капотом и чем нам не надо заморачиваться что работает само ну во первых строки в питоне юникодные то есть мы можем написать вот так вот вот так вот и вполне все будет хорошо кстати если у вас установлена локаль системная русская то вы переменные можете называть русскими буквами если что вот да но это делать не относится так вот значит мы можем написать строчку вот такую это будет вполне себе строчка вот она как мы помним ее можно умножать вот ее можно секционировать это такая последовательность короче в этом смысле строчки ведут себя как последовательности вот маленькая подробность которая может быть когда-нибудь всплывет в реалайфе но в домашних заданиях не сплевает никогда если вы задали строку как последовательность аски символов то есть символов для которых юникод не нужен то фактически строка как раз хранится как последовательность аски символов строка как последовательность аски символов сейчас а уже нет а нет там и писатель да смотрите значит давайте так сделаем print 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 да я сказал print ну s этот лен от s вот у нас s8 и она занимает строку и записали исключительно 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 аске символ вот ну можно и вычесть тут предлагают что-то вычитать но мне кажется так хорошо видно вот что во первых мы помним что строки в питоне константный объект они не меняются соответственно соответственно когда мы пишем s плюс равно и на самом деле мы пишем s равняется s плюс и то есть берется объект на который указывает s берется строчка и производится сложение получается новый объект этот объект именуется буквой s ну а старый старый с исчезает вот и вот в тот момент когда мы сложили две строки и одна из них оказалась литералом синиконом вынуждены хранить в формате и не код вот но нам с вами абсолютно все равно потому что конечно же индексация этих строк ну вот было 16 стало 17 с минус 1 это и до с там 1 это вот этот самый дубль вы да вот этот где он там вот этот самый дубль вы вот так а потому что еще с нулевой вот это я просто к тому что питон на самом деле о нас позаботился вот чтобы мы значит не парились ну что есть 4 4 способа 4 способа значит задание строк строки можно задавать как в кавычках в апострофах в тройных кавычках и тогда значит тут можно писать что угодно вот и в тройных апострофах можно и так вот разница в общем между этими заданиями ровно одна если апострофы или кавычки тройные то можно туда вставлять переводы строки внутрь смысл этого все понятен чтобы внутрь такого можно было вставить кавычки и апострофы вы можете даже написать вот так вот если очень хочется вот и все будет хорошо ну то ради этого собственно все это придумано вот отдельный разговор про спецсимволы но он будет кажется позже поэтому поедем поехали дальше главная особенность строк как последовательности мы об этом уже говорили строка это последствия чего строк вот да из этого следует что на самом-то деле вот то что нам возвращает операции индексирования строки до муску допустим вот это это не то же самое что там хранится там-то хранится последовательность каких-то букв а нам вернули целую строку у которой ну как мы уже это делали так один нельзя вас чем минус 1 может вот у которой как мы уже это делали можно сделать индекс 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 и наставили я просто к тому что это не совсем то же самое что взять и одного элемента примерно на этом же свойстве строк быть строками основаны и разные другие операции которые в строках работают не так как в других последовательности но мы с вами знаем например что можно поискать элемент в последовательности с помощью операции in даже кстати мы можем написать рэндж в рэндж то она тоже последовательность вот мы точно так же можем поискать символ строки ну точнее одну а строку единичной длины в строке да но мы можем искать и под строку в строке о то же самое то та же операция in но в отличие от обычных последовательств которые еще только элементы в последовательности строках можно сказать под строку просто она так работает вот надо сказать что поиск под строки в строке вопреки ожиданию если вы этого не знали возможно вы это знали алгоритм не квадратичный а линейный это алгоритм кнута морис пратта вот можно про него почитать реализовывать его можно довольно там разными способами через так называемую зацвертку через забыл что ну короче говоря способ решения способ реализации алгоритма кнута морис пратта несколько какой то там в питоне используется нам с вами важно что поиск по строке в строке линейная штука это очень хорошо вот кстати вопрос верно ли что а 5 это то же самое что а от 5 до 6 ну раз уж элементами строки вернее в результате индексирования строки мы получаем строку нет в каких случаях это неверно если короткая строка да то есть в случае если место позволяет то с 5 действительно равняется и с 5 шестое понятное дело и там строка из одной элементы здесь строка из одной элементы но если с у нас короткий то слева у нас получится с с 5 6 отработает а из 5 нет такие дела так стоковые методы значит точно так же как в модуле масс очень много всякого масс стоковых методов очень много всяких методов мы из них все смотреть не будем или давайте мы на них посмотрим одним глазом вот вот так вот а потом разберем какие-нибудь более или менее как это достойные того чтобы на них останавливаться ну во первых поиск под строки в строке конечно операции линейные но длинные гораздо быстрее если вы хотите проверить что что-то находится в начале строки или в конце использовать метод янсвит и старт свит это еще и хорошо тем что вам не придется каждый раз выковыривать вот этот кусок значит нам что писать вот есть у нас есть строка какая-то и мы хотим проверить что она начинается на кре да с если бы не было метра старт свит мы бы написали что-то типа такого либо кре ин с энд что там такое ну короче вы меня поняли да самый простой способ конечно с 3 равняется квир вот вот но для этого способа нам пришлось делать еще один объект секцию с с ну вот короче старт свит и энд свит нужны рун для этого есть еще там какие-то суффиксы римов суффикс а даримов суффикс римов префикс примерно так же работают значит римов префикс и римов суффикс римов префикс квест нам вернет вот такую штуку опять нам не пришлось сделать секции лишние мы просто взяли один объект и превратили в другой если при этом значит там нету такого префикс он не будет его ему и вот опять же да естественно все такой все все строки константны поэтому если нам что-то модифицируется это конечно же копии вот никак иначе помимо классического метода find индекс да с у нас есть с . индекс кстати классический метод индекс тот спрашивает почему с 5 6 работала почему бы мы не сработать это же операция секционирования она у нас работает при любых значений индексов вот так вот смотрите чё тебе не нравится а ну да одна скобка круглая другая квадратная вот вот классический индекс а есть еще find find хорош тем что он может сказать найти он может отрепортовать без ошибки что соответствующие под строка не найдены во разница между ними такая find вернет минус единицу обратите внимание на то что индексирование с минус единицы в питоне есть поэтому не поведитесь если вам find что-то вернул проверьте что он не минус единица но он рон для этого придумал главная фишка find индексов строка в строках такая же как in обратите внимание на то что find ищет не просто элемент а под последовательность очень много всяких тестирующих функций которые проверяют является ли данная строка чем-нибудь ну например нам в домашнем задании почти наверняка понадобится какой-нибудь из decimal да вот у нас есть строка 1 2 3 4 5 и она тру а если мы напишем сюда какую-нибудь хрень точка она уже будет фолз потому что с точки зрения функции из decimal строка должна состоять только из дичьи из детичных цифр ну и так далее значит из альфа фолз потому что точка в конце давайте уберем ее тут будет фолз а вот если алмун то тут будет тру алфавит на цифровые ну и так далее из идентифайер фолз потому что начинается на цифру а если он будет скажем вот так вот то будет тру ну и так далее целая пачка целая пачка значит инструментов для преобразования строк до центрирование их заполнением пробелами давайте это сделаем значит с у нас какого с . центр ну скажем 30 а давайте еще заменим плюс-минусами а окей спасибо один так один ну короче вот да l just что там еще ловер опер преобразовывают преобразует кейсы всякий свайп кейс вот тут что только не напридумывают люди вот вот есть даже вообще забавная функция который превращает строку в заголовок она его разбивает на слова потом каждое слово значит убирает в регистр а первые из них убирают а первую букву делать верхний гист развлекались как гвидов развлекался как мог надо понимать что когда в своем так сказать в своем девичестве питон был учебным языком abc для школьников и в числе прочего школьникам давали задачки на строки потому что это гораздо как это некоторым школьникам тяжело делать задачки на математику и на арифметику а вот на строке кому вот и поэтому там много такого всего ну что еще replace это значит по модификации строк друг другу римов суффиксы римов при replace пожалуй полезная штука вот с . replace ну скажем f на f на что-нибудь страшное вот или скажем только первую вот стрип удобная штука по обрезанию пробелов и переводов строки с обеих сторон l-стрип r-стрип соответственно только справа только слева вот часто бывает нужно когда вы не справились с управлением у вас приехали какие-то пробелы лишний просто взять их и там первую чем такое да вот вот у нас есть строка у него в начале перевод строки в конце пробелы а вот она же вот так это выглядит а если мы пострип им то будет вот так чистый сухой вот это правая версия короче говоря обзор существенно более интересные темы чуть более сложные поэтому я на ней чуть чуть больше остановлюсь и это функции сплита джой значит начнем сначала с функции сплит функция сплит это та самая функция которая нам вот эта штука под названием капитала из где она тут была применял к нашей строке а именно ну или почти то а и а кстати интересно 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 не не так значит функция сплит ну вернее метод превращает нашу строку в список слов по словами понимается последовательность непробельных символов напоминаю что пробельные символы это перевод строки табуляция пробел и кажется еще вертикальный перевод строки который форм фид не помню точно это можно почитать документации вот соответственно если вот написали ну давайте давайте так сделаем да табуляцию нажмем а табуляция здесь не вставляется это этот самый это pt python он запрещает табуляции правильно делать вот а тут еще несколько переводов строки каких-нибудь да а а а давайте попробуем да сработало про спецсимулы мы сейчас поговорим ну вот значит вот это вот она выглядит вот так вот а если мы его со сплитим то все лишние после все последовательности пробельных символов будут считаться разделителями и мы получим такое вот чистое разбиение на слова ведь все переводы строки из конца убрались про последности пробелов считаются ну в общем разделение строки на словах как оно есть это специфический работа способ работы метода сплит потому что все остальные вызовы другие способы вызова методы сплит работают по другому давайте мы попробуем сделать так с сплит ну допустим вы что мы при этом получим мы получим строку разбиение строки по разделителю дубль в но очень четко каждый разделитель дубль в соответствует отдельной строке вот здесь вот у нас например пустые строки разделенные символом дубль в в общем логика очевидны вот естественно это может быть не один символа два пожалуйста бога ради три четыре пять десять вот это что касается значит сплит почему на сплит который не от пробелов ну то есть от какого-то символа работает таким образом что оно делает несколько пустых строк но допустим условно если несколько подряд пробелов подряд там тоже не появляется несколько пустых пробелов да 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 смотрите это как это правильный ответ потому что она так работает то есть если мы сделаем вот это смотрите сейчас вот здесь вот сделаем много пробелов да и скажем с сплит от пробела то мы увидим точно такой же эффект да это просто способ работы вот это это способ работы функции сплит вообще без параметров он работает по-другому собственно разбиение на слова как она есть ну вот значит вот мы получили некий результат посплитченные слова теперь настал метод достал время методу join метод join это метод не списка разумеется а самого разделителя мы говорим разделитель точка join и в качестве параметра передаем ей ему этому методу список строк и получаем вот такую фигню о такая вот красота вот на самом деле ничего совершенно тут сложного нету просто надо как-то иногда из головы вылетает что join это метод не 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 того а этого да вот разделитель точка join больше ничего это значит мы голопом проскакали по строкам обращаю сразу еще раз внимание что строки в питоне константные объекты каждый раз когда вы с ними что-то вот такое делаете изобретать и заготавливаются новые строки а старые если на них нету рифкаунта исчезают тик вопросы по строкам опять же казалось бы такая тема подумаешь строки да сколько мы там в паскале на этих строках что-то пытались сделать но как вот выяснилось что вот нет что оказывается очень много всякого можно с ними сделать в питоне прямо из коробки вот них они не ходя ни вправо ни влево начиная с три шестого кажется питона это был такой очень революционный питон самый главный способ вывода какого-нибудь принта с какими-нибудь параметрами это так называемые форматные строки начиная с три двенадцатого питона форматные строки стали частью синтактического парсера если раньше вы вызывали функцию если раньше вы вызывали функцию и эта функция парсила эту строку то сейчас вот эту строку парсит сам питон вот язык форматирования f строк довольно сложный развесистый я бы сказал сейчас мы на него посмотрим кусочек вот ну выглядит это примерно так смотрите а b c равняется 1 2 3 b у нас будет строкой а c у нас будет вещественным числом 1.23 вы можете написать так форматная строка дальше здесь выражение ну скажем а плюс 1 дальше какой-то какой-то текст дальше снова выражение b ну скажем ну скажем вот такое да дальше чуть-чуть давайте сначала c дальше c ну скажем шириной 10 вот давайте смотреть чего тут нарисовано и так во первых вот такая конструкция из фигурных скобщик считается как раз атрибут а алигированием соответствует нет не алигированием вычислением соответствующего выражения в нашем текущем неймспейсе то есть при вычислении форматной строки мы знаем чему равно а чему равно c чему равно b вот является ли тяжелым последовательное выполнение нескольких методов на одной строкой ну примерно таким же как выполнение нескольких функций разницы особо и нету да вот всегда имеется в виду что каждый результат каждого метода это конструирование нового объекта только в этом тяжесть вычислительная сложность у них всегда у всех линейные почти нет всегда ну так вот возвращаемся к этой штуке и так во первых у нас сформатировано значит вот здесь вот наше число вот здесь вот у нас какая-то строка здесь у нас вещественное число выведено с шириной 10 кстати сказать если оно будет меньше чем надо то оно будет больше чем надо ты написал ширина 1 но нет нет да ну и здесь тоже произвольное выражение над нашей переменной b вот в данном случае это под строка вот а дальше начинаются всякие всякие заморочки лидирующие нули кстати здесь кажется не бывает бывает только не лидирующие а еще можно писать вот так тогда он будет центрировано лидирующие тоже будет ну короче вы меня поняли и там этот язык он вот бесконечно длинный его можно отдельно изучать вот да 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 не форматирована строка там перл какой-то в смысле в смысле такого вот птичьего языка да уж похоже на перл хотя на самом деле перл хуже ну вот значит из такого интересного знаете что еще можно сделать вот сюда поставить равно не получилось а может быть сюда получилось если вы вставили равно после вашего выражения само выражение в строковом виде тоже выведется ну то есть вот реально print что у нас там а да print f а равно красота удобно всякую отладочную информацию по-быстрому вбрасывать выбрасывать вот с помощью вот таких конструкций ну вот да значит можете почитать повнимательнее относительно того как форматировать вещественные числа там можно указать количество точек после запятой счетчего в смысле символов в общем застрелиться вот значит до того как придумали форматные строки в питоне уже был оператор форматирован он назывался точка формат и выглядит примерно так же допустим у вас есть форматная строка пока что пускай будет а б дать чтобы было видно что они разные точка формат и дальше вы должны указать чему равно а и чему равно б если вы не хотите именованный параметр а хотите позиционный параметр вы тоже можете это сделать кажется это вот так делается только здесь когда уже вот так и вот так ну понятное дело что в каком хотите порядке все это может быть вас вот это другой способ использования форматирования текста который иногда бывает нужен потому что когда вы используете f-стринг у вас прямо сейчас и здесь вычисляется это выражение а иногда хочется форматную строку придумать заранее переменные потом значит подогнать и только потом вычислить результат вот ой кстати сразу поделюсь одним извращением не знаю насколько оно нам понадобится при решении домашних заданий сейчас смотрите и она равняется скажем 5 4 а равняется не 4 и она равняется ну скажем 5 а равняется 12 f а а двоеточие и н о эти в эти самые они могут быть вложенные это а шириной в 5 так вот значит метод . формат строковый метод . формат нужен для того чтобы заранее запасти какую-то форматную строку ну либо в именном варианте либо в этом самом в позиционном вот и потом только подсунуть туда значение это иногда бывает удобно и никогда не бывает невозможно с помощью в стринг это сделать вот значит ну ссылка на язык форматирования давайте на него глянем мы почти все посмотрели вот он только тут спецификаторов много разных в каком формате а у бинаре бинарный еще может быть восьмеричный короче значит все еще кажется от этого до сих пор не отказались все еще после все еще поддерживается все подобный синтаксис вызова когда вы пишете что-нибудь типа процент f процент с проценты и тут вот так вот как все эта штука была во втором питоне вот потом ее переделали на ту она более мощная естественно вот но она все еще есть я не помню насколько она деприкетит как видите пока что никто не ругается на то что этот метод эта операция деприкетит видимо ее так сказать сохранят из исторических соображений она не такая удобная хотя хотя в дать посмотрим сойдем вот сюда нет видите отменять ее пока никто не хочет хотя и предупреждают что предупреждают что describes и варите о киркс вот значит главное достоинство она короче на самом деле хотя нет особо и не короче ну короче вот поскольку в питоне решили парсить f стринги прямо питонным интерпретатором то есть не формировать эту стрингу потом ее парсить опрос прямо в процессе теперь можно написать вот так обратите внимание на количество кавычек внутри кавычек и никому от этого неплохо почему ну потому что синтаксический парсик говорит так ну вот это вот открывающий кавычка это закрывающий а там внутри значит мы сейчас разберемся вот такая вот штука последние осталось у нас чуть больше пяти минут но в общем у нас осталось не так много и не так много и разговора это собственно те самые бэкслэш и на который который нас сегодня преследовали везде вернее а все два часа значит внутри строки можно использовать всевозможные спецсимволы спецсимволы это просто такая мнемоническая запись для особых непечатных символов где да вот они вот это особая мнемоническая запись для некоторых символов которые невозможно просто так ввести с клавиатуры или не хочется да в первую очередь это пресловутый бэкслэш n вот который на самом деле это просто перевод строки чуть и не нравится нормально все вот один тот же символ но есть еще всякой табуляция символ с кодом 9 да помню что табуляции странные свойства и у него свойства позиционировать курсор на выставлять курсор на позицию кратную восьми по умолчанию не четырем как некоторые думают вопрос а если я хочу допустим именно в бэкслэш тэбл вводить типы не табуляции есть два способа это первый это второй вот такой модификатор r в начале строки так же коммуникатор f у нас был в начале строки форматирования говорит о том что это row string вообще безо всяких спец символов всё всегда вы написали является символом который не попадает вот из интересного из интересного в спец символ. а вот кстати вертикальной табуляции вот она бэкслэш в является пробельным символом ну кстати еще бэкслэш r является пробельным символом из интересного из интересного который не знаю работает ли в винде в линуксе работает точно это вот этот самый бэкслэш r импорт time for и in range вот скажем 10 print и end равняется дать только еще несколько пробельчиков туда впишем вот так равняется бэкслэш r и time slip 1 да спасибо сейчас происходит происходит вывод символ возврат каретки возвращение на для начала строки но без перевода строки вниз вот собственно самый простой способ значит сделать такой счетчик вот и пожалуй еще полезная штука это задание символа вот как мы говорили орды от 10 мы можем сказать chr вот ну допустим вот 64 забыл что это а какой-нибудь нет бебячка это вот а пищит ли бэкслэш а должен песка пища ну-ка у меня может и не пищит мне нечем пищать вот тут нет пищалки внутренней такой устроенный ну вот chr от 64 но мы можем написать по-другому мы можем написать что-то типа бэкслэш x 64 это 40 вот и даже можем какой-нибудь пытаться вывести вывести ну короче вот у меня поняли 24 а еще можно у неходный символ ставить до бэкслэш у сейчас давайте мы лучше сделаем так орд вот и наши любимые и я сказал в секса торт открыт кстати вот еще фулу строковой функции hex и bean которые встроены в питон тоже делать строку читать 42 б вот значит давайте попробуем у 42 б что не нравится тебе 0 42 4 о 0 41 б утро к я забыл неожиданно а я думаю не по алфавиту а они я на 10 сбросил ну короче все понятно да значит вы можете задать один символ по коду используем бэкслэш у кажется это все что я хотел рассказать давайте посмотрим да вот это все что я хотел рассказать значит если есть вопросы по вот этой короткой теме задавайте их значит домашние задания у нас будут по всем четырем темам с по строкам по по тупой математике это кстати по тупой математике самое сложное задание вот и по вычислению с произвольной точностью тангенс надо будет вычислять вот и в следующий раз мы наверное двинемся дальше по питончику уже у нас еще словари не троганные множество вот значит спрашивает поддерживаться ли эмодзе эмодзе поддерживаются это вопрос не питона а устройство вывода поддерживать ли она эмодзе так то может есть их собственный и не код и не код и дальше вот умеют их водитель не умеет вот ну что если если еще вопросы по общему по тему лекции ну да вот такие серьезные вопросы лучше в чат а вот тут почему такая дичь спрашивает человек а почему бы и нет человек решил меня потроллить а че чем это плохая дичь плюс 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 я думаю что эти просто плюс нет никакой такая дичь кстати не должна работать извините мне кажется что это лишнее а она работает такая дичь а плюс плюс нет плюсов нету в питоне но зато есть унарные плюсы унарные минусы это просто пачка унарных плюсов унарных минусов вот к этой четверки присобачен не более того это на самом деле здесь написано 3 минус 4 20 вот и все но вопросы хорошо тогда всем спасибо и до следующих встреч